Чувашия в числе лучших регионов по реализации мероприятий в рамках нацпроекта «Экология», подчеркнул накануне министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин. В республике уже больше года активно осуществляется переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Как ведется эта работа, есть ли жалобы у жителей? За ответами на эти и другие вопросы в Чебоксарский район отправились депутаты госсовета Чувашия и наша съемочная группа. Люди нарадуются хорошо, это все хорошо слажено, организовано, эти мусорные баки все есть. Жительница поселка Новая Отлашева Людмила Максимова радуется новым контейнером. Как признается пенсионерка, раньше мусор в селе собирали в кучу, затем это все вывозил трактор. Сейчас намного лучше, нет запаха и птиц вокруг мусора, все чисто. Единственное, на что сетует Людмила Максимова – высокий тариф. В доме прописано 5 человек и за всех нужно платить по нормативу. А столько кубов мусора в хозяйстве и не бывает. Для жителей деревни это дороговато. Большинство же народ сжигает, еще на комскот уйдет. А вот деревню с городом надо будет где-то маленькая скидка что-то. В Чувашии, отметили парламентарии, тариф сейчас самый низкий в Приволжском округе. Однако депутаты согласились, что следует пересмотреть нормативы объема мусора для сельских жителей, так как количество ТКО в деревне меняется каждый сезон. Также люди жалуются на комиссию при оплате через онлайн-сервис банка. Действительно, комиссия есть, комиссия сверху, но мы не имеем права закладывать в свои расходы то, что нам не включила тарифная служба. То есть тарифная служба не включила комиссию в расходы внутрь тарифа. Поэтому приходится тариф оплачивать. Но мы создаем эти условия, если действительно будут поступать обращения. Уже обращения второй раз, второй месяц. Хорошо, мы рассмотрим эту возможность. Потому что территория Чебоксарского района 172 населенных пункта, 63 тысячи с лишним проживающих. Я думаю, представительство в Чебоксарском районе должно быть. Хорошо. То есть вы услышали, можете до населения довезти, в Кугейсах будет у нас центр представительства по сбору платежей. Парламентарии осмотрели каждую площадку для сбора мусора. В некоторых местах нашли недоработки, которые до конца сентября должны быть устранены. Не на всех площадках имеются навесы, а асфальтовое покрытие кое-где нуждается в укреплении. Председатель Госсовета Республики Альбина Егорова отметила, что постепенно следует переходить и на раздельный сбор мусора. Вы ведете вот у нас разъяснение среди населения, что раздельный сбор пластика должна быть отдельно, да? У нас начинается вот это люди с сознанием понимания. Тяжело пока, честно. Ну надо разъяснять. Депутаты также поинтересовались, углов сельских поселений вовремя ли увозят мусор. Удобно ли жителям переносить его в те места, где расположены площадки. Всего из бюджета республики на приобретение новых контейнеров ушло порядка 87 миллионов рублей. Также жители активно включились в программу инициативного бюджетирования, благодаря чему было обустроено 3,5 тысячи контейнерных площадок. С начала работы регионального оператора в Чувашию уже было вывезено более 2 миллионов кубических метров твердых коммунальных отходов. Сейчас у нас создана система, целостная система. В каждой деревне имеется контейнерная площадка, во многих и не одна. И оттуда периодически выводится мусор. И сказать, что у нас мусор не вывозят или твердые коммунальные отходы не вывозят, мы платить не будем, уже население не может. Следующий этап, может быть, необходимо будет еще устанавливать каких-то населенных пунктов. Плюс мы должны перейти на раздельный сбор. В заключении выездного заседания парламентарии отметили, все выявленные ими недоработки должны быть устранены в кратчайшие сроки, чтобы услуга по вывозу ТБО предоставлялась качественно и в полном объеме. Елена Михайлова, Надежда Александрова, Семен Антонов, Вести Чуваше.